Террор Террор Тогда, как и в средние века, в новое время, да и сегодня, верили и верят, что с помощью провокации террора можно достичь определенных политических результатов. В России террор начинается с 19 века. Есть соблазн объявить Россию прародиной терроризма, но это далеко не так. Итак, дело в том, что терроризм в России, он, конечно же, творил себя сам, но с очень большой оглядкой на французов. Именно во Франции он достиг своего пика популярности во второй половине еще 18 столетия, особенно во время великой французской буржуазной революции 1789-1993-1994 году, где терроризм был, в общем-то, действенным методом политических решений. Он был взят во Франции за основу всех политических решений. Конечно, оправдывать терроризм невозможно. Но во Франции в эпоху Робеспьера революционерам было позволено править железной рукой там, где не справляется правосудие. И среди методов терроризм был в особенном почете. Поэтому Россия ничего не создавала сама. Все было создано задолго до российского террора. И накопленные за годы французской революции материалы и практики с легкостью у нас приживаются. Русская государственность оказалась не готова к тому, что воспитанные и получившие хорошее образование в Российской империи люди с такой ненавистью отнесутся к собственной родине. И будут убивать посредством террористических актов или калечить высших сановников, чиновников, в том числе и государя. То есть покушение на царя и государственных делов стало обычным делом очередных борцов за народное счастье. Акты террора и подрывные прокламации шокировали граждан империи. Действия народовольцев стали предвестником новой кровавой эпохи. В целом идеология народничества была тоже рождена на Западе. Правда ее сформулировал создатель русского социализма и первый известный диссидент нового времени Александр Герсон. И идеи народничества и идеи террора восприняли и развили русские интеллигенты вроде Николая Чернышевского, Виссариона Белинского, Ткачева, Бакунина, Кропоткина. Однако это течение не было принято народом. Вот в чем дело. Оно оставалось в узком кругу интеллектуалов. Движение народников совпало с либеральными реформами Александра Второго. Император отменил крепостное право и ввел в стране невиданные до этого вольности и свободы. В империи было учреждено земское самоуправление. Суд обрел привычную для нас форму с присяжными заседателями и защитниками. Призыв убить царя и взять в топоры императорскую партию появился уже в 1862 году. И тоже в этом призыве большая заслуга и вина, конечно же, ложится на кружковцев-народников. Таким образом, терроризм в России и в мире, то есть террор как метод давления на государство, был широко распространен, особенно в 19 столетии. Систематическое применение насилия против чиновников и представителей власти, посредством которого левые политические движения 19 века, второй половины, стремились осуществить социальную революцию в Российской империи. И как массовое явление вот это применение насилия как раз и появилось после крестьянской реформы 1861 года. Выстрел Дмитрия Каракозова в Александр 2, 14 апреля 1866 года положил начало целой эпохи революционного террора в России, которая продолжится почти полвека. В своем развитии терроризм в России и террор в России имел два выраженных пика. Первый пик пришелся на рубеж 1870-80-х годов. И второй пик. Он с начала 20 века и особенно кризисный период для него это 1905-1907 годы. Вот эти два пика. От левых рук левых радикалов, то есть посредством террора, в России погибло около 100 человек, а количество терактов немногим превысило 40 терактов. За десятилетия с 1901 по 1911 годы терроризм вышел на совершенно иной уровень. Жертвами многих сотен терактов или актов террора, как тогда говорили, стало в общей сложности 16 800 человек. Правда, не все они погибли. Более половины из них было ранено. Ну, жертвы 16 800 человек. Представляете, какая это жуткая цифра, жуткое количество. В Западной Европе на тот же период пришлась эпоха динамита, когда националисты и анархисты совершали десятки террористических актов против государственных деятелей. И это тоже в Европе велось практически повсеместно. Нельзя сказать, что только Россия отметилась террором. Надо сказать, что подъем революционного терроризма начала 20 века в условиях политического кризиса, вызванного отказом правительства российского осуществить реформы, это одна из главных предпосылок под роста террора в этот период. Но то же самое, в принципе, было и в Европе. Надо сказать, что и размах терроризма, он нисколько не уменьшился даже в наши дни. То во Франции террористические акты, то есть акты террора, то в Германии мы слышим расстрелы. То есть все это продолжается и в наши дни. Поэтому очень важно и актуально это явление изучать, препарировать, находить методы борьбы, профилактики этих антисоциальных актов. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...